Здравствуйте, друзья! Поговорим сегодня о танке М4ВАЙ. Он же Йох, он же Лёха с завода, он же просто Лёха. Это машина, которая попадается в новогодних коробках. Это машина, которая подготавливает вас к новой ветке американских тяжелых танков с новой механикой резервной гусеницы. Заранее отвечаю на тоже распространенные вопросы. С какого уровня начинается ветка? С шестого. Сколько опыта нужно на шестой уровень? 28 тысяч. С какого уровня начинается ветка с резервными гуслями? С восьмого. И теперь вопросы, которые касаются именно механики. Что будет, если сбить одну гусеницу? Что будет, если сбить две гусеницы? Что будет, если сбить основную и резервную гусеницу? Как ему будет сносить, если что, арта? Как будет закалка? Как будет без закалки? На все эти вопросы, друзья, я сегодня больше часа мучился в тренировочной комнате, чтобы дать вам уже ответы, которые, ну, возможно, вас успокоят, помогут или еще чего-то. В общем, начнем с первого. Что будет, если сбить ему просто одну основную гусеницу? В видосе вам было сказано, что это 30% штрафа к скорости. Ну, если у этого танка максималка 45 км в час, но за счет своей проходимости он едет там, ну, 36-35, свои стабильные км в час, это просто по обычной пересеченной местности, то после сбития одной основной гусеницы, это которая по всей площади идет, да, вы будете ехать где-то 25 км в час, 26, обычно вот так. Если сбить ему две основные, то есть две большие гусеницы, он будет ехать уже километров 15-16. Что будет, если сбить ему основную и вспомогательную гусеницу? Если артиллерия, например, вас сплэшит, вы можете, как правило, получить сразу все минус 4, но, друзья, тут достаточно одну сторону потерять, и этот танк будет обездвижен. То есть, он не сможет одной гуслей маслать, если вы теряете самую вспомогательную с одной стороны, данный танк обездвижен. Что будет, если сбить ему основную гусеницу и пытаться при этом поворачивать? Ну, сегодня, как сказал Артем, который мне помогал в тренировочной комнате, он говорит, это, Коль, это танк инвалид. Честное слово, мужики, да, это танк инвалид, он нихера не поворачивается уже практически, ну, он еле-еле, ну, поверьте, эта шляпа редкостная. И если он еще и под станом потеряет тасаную гусеницу, все, это хуже, не то, что хуже Мауса, это Маус с выбитым двигателем, еще и с поломанным мехводом. То есть, это печальненько. Как ведет себя данный танк закалкой и без закалки? Если это калибр миллиметров 100, то реально, если вам будут бить не в задней ведущей, где две гусли сразу, а в передней, то вам будут гусеницу сбивать, ну, реально через раз или вообще не сбивать калибром ниже, чем 100 миллиметров. Вот сегодня мы расстреливались со Шкодой Т-50, гусеница в красное красится, ну, то есть, вот у нее три снаряда в барабане, ну, третьим, вторым шотом сбивалась только гусеница. То есть, надо в желтое покрасить, тогда сбивается. Без закалки сбивается с сотым калибром, в принципе, легко. То же самое касается, друзья, артиллерии. Как будет сбиваться гусля при закалке? Мы брали самую мелкокалиберную, Батчат-58, и со счет сплэша при закалке, друзья, у данного танка чаще всего просто сбивалась основная гусеница, но танк продолжал движение. Это мелкокалиберная, подчеркиваю. А если без закалки, то, как правило, она сносит сразу две гусеницы, и основную, и вспомогательную, и, ну, сразу же вам же шеет ответ. А что будет, если стрелить крупнокалиберный? Скорее всего, вам будет в любом случае жопа, хоть закалка, хоть без закалки, вам отрывает ноги направо-налево. Все, это понятно. Теперь, что касается ремонта. Да, друзья, вот тоже видео было сказано, что там будет свой штраф. Вот смотрите, я показываю вам теперь пример исключительно на этом танке. Вот при вкачанном ремонте на всех, да, допай и закалка, у нас получается скорость ремонта ходовой, 4 секунды у нас получается резервная, ну, вспомогательная, и основная гусеница 5,2 секунды у нас кадешится. Но это вам написано при остановке. Если, вот смотрите, вам сбили обе гусеницы, и вспомогательную, и основную, то если вы просто стоите, ну, вы в любом случае будете стоять, у вас вспомогательная гусеница чинится 4 секунды. Ну, это если вкачанный ремонт, я же думаю, адекватный у вас будет вкачанный ремонт, не маскировка же, правильно? Вот, соответственно, а вторая гусеница, если вы останетесь стоять, ну, решите все-таки отстоять, это будет 5,2. Но если вы, вот после восстановления гусеницы, вот этой резервной, будете сразу ехать, ну, например, вас загуслили, вам надо сразу закатиться назад, ну, чтобы засейвиться, тогда она будет кадешиться в 3 раза дольше. То есть, это там около 15 секунд. Там 14 с копейками начиналась цифра, то есть, там около 15. То есть, вот в чем фишка, если ты стоишь, у тебя относительно быстро, ну, как и у любого танка кадешится, а если ты в движении, тебе на ходу чинят ее, она в 3 раза дольше будет чиниться. Вот как-то вот так. Походу, это все были вопросы, на которые нужно было дать ответ. Сбить, ремонт, две гусли, как сбивает арта, как закалка, как без закалки. Танки, вот поверьте, закалкой будут сбивать через передние катки не так уж и легко. Видео тоже было показано, что можно сбить сразу две гусеницы, если вам четко вперед, то есть, в лобовую проекцию вам кинут в передний каток, чтобы снаряд прошел сразу через два катка. Тогда, да, действительно сбиваются сразу две гусли. То есть, по сути, вот то, что я испытывал, например, в рандоме, честно, эта механика используется очень редко, потому что, как правило, вас просто растараканивает в хлебало. Серьезно, ну, мужики, эта механика, она будет, ну, иногда происходить. Или же, например, когда вы будете танковать бортом целенаправленно, вам будут сбивать одну гусеницу, да, а вы все равно сможете потом закатиться за угол, как тоже в том же видео было продемонстрировано. Как правило, вы играете от рельефа, потому что у вас есть УВН, у вас типа есть броня, вы этим пользуетесь, и вас будут просто развалить в ведро, или просто развалить вас в корпус. По механике, я думаю, понятно. Может, еще что-то упустил, но это основа. Это, в принципе, то, что нужно знать обычному рядовому игроку, и я думаю, на этом все. Теперь, что касается его вооружения. Значит, погнали. В принципе, его там частенько сравнивают с ренегатом. Друзья, у данного танка на одну секунду дольше кодешится пушка. То есть, альфа такая же, пробой такой же, УВН минус 10, да. Ну, и ДПМ у нас получается 2366. Это, опять-таки, с допайком. Без допая, две там 200 с копейками. Это братство и досылатель. Что касается экипажа полевой канализации, давайте разберем. Четыре члена экипажа, один заряжающий, радиста нет. Братство, ремка, специальность, понятно. По оборудованию катал вот так изначально, и меня, в принципе, все устраивает. Потому что, я думал, что у него будет отвратительнейшая проходимость. Потому что, если вы зайдете на танк с ГГ, вы увидите там просто катастрофические цифры. Например, у того же Бофорса, у него вдвое лучше проходимость. Но из-за того, что у него полное отсутствие и вращения шасси, и удельной мощности, он вообще этого всего не чувствует. У данного танка и хорошее вращение шасси, и отличная удельная мощность. И даже при такой проходимости данный танк чувствует себя просто нормально. То есть, это не Формула-1. Но это не Слоупок. Это обычная нормальная, я бы сказал, подвижность. У него нету 45 стабильных. Но он едет нормально 36-37. 45 полтинник он едет с горы. Даже 55, если с ответственной горы. То есть, к подвижности у меня нет претензий. Поэтому закалка, стабилизатор и досователь мы так и оставляем. То есть, делать слот под мобильность на этот танк, в принципе, нет смысла. Думаю, закалочка это будет самый стандартный универсальный набор. Теперь, что по полевой. Все максимально просто. Плюс 7 в сохранении набранной скорости. Лечим-калечим. Эту функцию мы вообще не юзаем. Можете раскачать обзор. То есть, без плюс 3 на обзор у нас 405. Без допая будет там 398. А с плюс 3 на обзор 417. То есть, опять-таки, если вам надо для чего-то раскачать максимальный обзор. Хотите, пользуйтесь этой фишкой. Шестой уровень. Какой выбирать слот? На мобильность или на огневую мощь? Мы с вами сказали, что, в принципе, вот с таким набором вы остаетесь. Можете вкачать просто, чтобы было огневую мощь. Заткнуть туда досылатель. И получите четко от КД в 9 секунд. То есть, 15 сотых. Вы еще срежете перезарядки. Ну и тут, в принципе, все. По пушке. Значит, альфа, пробитие, понятно. КД 9-13 это с допая, без допая 9,5. Что касается стабы. Стаба здесь, друзья, приятная. Как бы там ни было. Просто нормальная, приятная стабилизация. Опять-таки, горений это никаких не вызывает. Абсолютно. Что касается у нас теперь бронирования. Об этом нужно поговорить. Потому что это вот то, за что я говорю. Я, по сути, вот эту механику гусениц, ну, от арты. Там раз увидел, что гусля отвалилась. Увидел, что она чинится намного дольше. Если ты едешь, это я все понял. Ну, чтобы уверенным быть, то мы сегодня еще где-то около часа это все тестировали. И теперь, что касается брони. Потому что, если там посмотреть и на цифры ангарные, да, там увидеть в башне 280 брони, в корпусе 180, плюс углы. Ты, наверное, там подумаешь, ну, нихера себе какая там броня. Обалдеть. Ну, что мы имеем, по сути, да. Вот так, друзья, это выглядит. Если как-то вот так на него посмотреть сбоку и убрать ведрище, то будут какие-то такие отсылки к 279, да. Вот. Ну, тоже такие полузавернутые борта. Ну, в общем, по сути, машина огромная. Многие его просто, ну, с виду говорят, что это за урод. Ну, как говорится, это субъективщина. Но сам факт. Машина выглядит, конечно, не очень. Ну, лично я не оцениваю танки по внешнему виду. Но если тот, кто это делает, то действительно, да, танки выглядят не очень. Но фишка в чем? У нас новая еще, типа, вот эта механика, получается, как? Вот это пьедестальчик или просто вот этот щит, грубо говоря, по кругу. У нас обычно как мы привыкли? У нас лоб башни крепкий, борт не очень, а жопа вообще. А за счет вот этого щита у нас, ну, по периметру и лба, и борта у нас одинаковое бронирование. То есть, у нас 241 миллиметр борт, а лоб 266. И тут на стыке между лобом и бортом 254. Ну, то есть, сам факт. Относительно хорошая броня и с лба, и с борта. И внутри этого котла, будем его так называть, у вас вот эта качающаяся башня. Вен у нас вниз на 10 градусов. Это отлично. Но, друзья, смотрите как. Вот вы играете от башни. Что вам первое бросается в глаза? Я думаю, и так понятно, да? Это вот этот 76-миллиметровый козырек, который будет иметь приведенку в 159 миллиметров. И это огромное ведрище, в котором 127 миллиметров. Так вот, я вам, друзья, хочу просто объяснить. Сегодня я играл на карте Граница Империи. И типа играют рельефа. Ну, типа Уэн, типа вот этот котел, который типа с приведенкой, да? Но это все не работает. Оно не нужное. Поверьте, в этот люк закидывают все. Если, поверьте, ваш лючок Т-103 и Лимле-49 с полкома попадают. Прикиньте, как попадают в этот. Противник никогда не целится и всегда попадает в это ведро. Это я могу с Бофорса стрелять сюда с 250 пробития и буду говорить Ликосет. Попудание. Понимаете, вы играете на танке. Значит, все, с танком ничего хорошего происходить не будет. У вас будет минус броня, минус все. И поверьте, вот это все не имеет никакого значения. Потому что полуадекват будет стрелять в козырек и будет стрелять в ведро. В козырек даже ловить особо нет смысла. Бейте сразу в ведрище. Если вы просто стоите, типа, да? Ну, пушка у вас прямо, да? Вот смотрит. То пробивают, опять-таки, вокруг пушки. Вот в эту я выемку. Вот вокруг пушки тоже 212 миллиметров. То есть, все, что не связано с этим котлом, это все картон голимый. По факту. Поэтому вас от башни будут, в принципе, драть практически всегда. То есть, если в вас попадают, вас пробивают. Да, вот эти штуки, как для восьмого уровня, они хорошо бронированы. Спору нет. Но это как у многих танков так бывает. Вот МЛЕ-49 тот же самый. Ну, вы сами знаете, как вы на нем страдаете. Тут все будет еще хуже. Просто поверьте. Поэтому в башне изюминка есть. То, что и борта хорошие. Потому что, например, с такого же Лехи вы будете ему стрелять в борт башни в надежде, что там же брони нету. Но ни хрена. В борту тоже есть броня. Поэтому в борт стреляйте тоже в кусок или качающейся башни, или в кусок, ну, или просто кидайте ему в ведрище. Что касается корпуса. Корпус это, по сути, ну, такое Т110-5 на восьмом уровне. То есть, ЦИК 220 мм, ВЛД 220 мм, ВНЛД 180 мм. Вот. Тут есть кусочки пошире, побольше брони, поменьше брони. Ну, сам факт, бьют вам в серединку все, что выше там Деструктора, или чуть-чуть выше, или там обычного Першинга. Вас просто пробивают. То есть, по сути, с чем вы встречаетесь, ну, грубо говоря, вас будет пробивать в НЛД. Если этот танк там ниже с пробитием, чем 180, вас будут бить тогда просто в лючок. Искать, по крайней мере, этот лючок и пытаться туда пробивать. Это понятно. Борта. Вот смотрите. Если просто вот так под прямым посмотреть, тут 76 мм, да? Но они вот тут, видите? Они вот чуть-чуть вот так. И вот эти 76 мм борта, вот иногда они такую, ну, какую-то, ну, магию просто исполняют. Вот обратите внимание. Вот любой бы угол под таким, ну, я имею ввиду, любой бы бор с таким миллиметражом под прямым углом, уже вот под таким углом бы сшился, как на вылет. А тут рикошет. Это против ББ, против подкалибера, тем более будет рикошет. И плюс вот эта поворотинка вот эта, которая, казалось бы, манит с какого-то ИС-3 сюда шмальнуть, но не пробьете, скорее всего, вы даже этот поворотик. Поэтому борта вроде и картонные, но они магические. Вот. То есть уже там перекрут надо капитальный, чтобы пробивать эти борта. Ну, обычно, да. Вот. Нужно бить ближе к стыку в ЛДНЛТ. Вот тут будут самые прямые борта и в верхней части, и в нижней части. Вот. Ну, а так реально ловить на перекруте. То есть, ну, или захотите уже капитально в борт. То есть, борта они такие, ну, сами понимаете, что специфические. Какая-то фишка в них все-таки присутствует. То есть, если вы просто обычная восьмерка с 200, там, 25, 20, 30 пробития, вы можете, в принципе, ну, как, как бы в силуэт долбашить данный танк. Ну, обычно вас так и будут долбашить. Ну, а если у вас пробитие не очень, то у вас всегда на помощь придет вот это ведро. Поэтому с броней, я думаю, ничего сверх кардинального, сверх выдающегося. Фишка в башне есть. У ВН отлично, это хорошо. Но, опять-таки, эта фишка растворяется из-за ведра. Не было б ведра у этой башни, то тогда его надо было бы пробивать только вокруг маски или в козырек. А вот это была бы уже другая история. А так, поверьте, на танкованной на танканке всегда около нуля. Как-то так. Случайно, да. Никто, друзья, случайно синий отбрасывает. Понятно. Случайно, где-то там дзынь, пынь, что-то отлетело. Понятно. Это все играет, ну, казино. Если хотите целенаправленно поставить, потанковать, все попадают. Просто все. Вот как-то так. Теперь, что касается подвижности, друзья. Нужно обратить внимание на такой параметр, как проходимость. И у этого танка она просто катастрофа. То есть, смотрите, по твердым грунтам это уже не очень для твердых грунтов. Обычно 1,05, 1,1, это 1,15 там максимум. И по средним там 1,3, 1,4, это еще в адеквате. Тут уже, видите, даже на твердых не очень. Поэтому я говорю, стабильных 45 км в час вы будете видеть, ну, может быть, по асфальту спустя время. А так обычно он едет, как, ну, такой, похоже на Е5. Ну, 35, 36, 37. Вращается неплохо. Вращение шасси у меня нет особо претензий. А вот только вы сезжаете на мягкий грунт, 326, это вот оно уже бросается в глаза. Но опять-таки, за счет удельной мощности, и можете плюс 7 в сохранению поставить, уже не катастрофа. Но я вам уже проговорился, я вам сказал, что у этого танка с передвижностью все нормально. С горы ответственной он поедет 55 на Весвилде, по-моему, я сегодня спускался, 55 км в час. Пробитие, то есть я же говорю, пробитие, соотношение к Альфе, нормально. 9,2 это чуть-чуть устаревший параметр. Но все равно Альфа-360, это, друзья, спасает то, что Альфа-360 очень часто стреляет по 400. А вот Альфа-400, как у Бофорса, по КД стреляет по 350. Чем это связано, не знаю. Это по-любому на каком-то программном уровне что-то где-то залочено, потому что, ну, вы сами замечаете, да, что Левс-320 бьет 280. А вот у танка только 360, тот же Тигр-2, он бьет по 400. Как это объяснить? Непонятно. Но это факт. Это так оно на практике, друзья, все есть. И вчера, ну, или же позавчера, смотря когда выйдет это видео, когда мы про Калибана говорили, уже, в принципе, тогда я расставлял танки. Если не брать Шкоду, да, ну, если учесть, что эта машина была уже, да, продавалась, то брать исключительно новые танки. Калибан, Бофорс и Леха. Леха для меня самый стабильный, самый обычный. Он просто хороший принтанк. Вот он самый нормальный, самый хороший лично для меня. Потому что, я говорю, Бофорс очень скучный. А у этого летит как у Бофорса, но КД на 3,5 секунды быстрее, танк намного подвижней. Да, ведро, понятно. Но при этом средний урон на нем будет не меньше, чем на Бофорсе. Если будете его кидать как Бофорса, мне кажется, вы будете просто в одной и том же, в одном и том же участке, промежутке времени, да, боя, вы набивать будете урона больше на Лехе. Потому что КД и Альфа, в этом прикол. То есть, для фарма и пробитие есть, и Альфа относительно нормальная, стоимость снаряда 1000, у Бофорса тоже 1000, но стрелять его, считай, одинаково. УВН есть, подвижность нормальная. Закалка, стаб, досылатель ставим и, в принципе, играем, как и на обычном любом дуром танке. Опять-таки, смотрите, вопрос самый распространенный. Вот это, стоит ли покупать коробки? Знаете, все так вот говорят, да, типа, поедине, что хочешь, то и делай. Вот, да я всегда объяснял, очень просто, я старался просто максимально брать примеры жизни, чтобы человеку было максимально понятно. У вас есть на аккаунте нормальные премтанки? Хотя бы два. Да даже за боны взять того же Т-103 и 6 уже за голову. А многие вот спрашивают, Коль, а вот ренегат лучше, чем вот это? Ренегат лучше. Или, Коль, у меня есть ренегат, надо ли мне вот этот танк? Не надо. Потому что ренегат это хороший танк. Если у вас он есть, вот эта аналогия, которая еще дольше будет кодешиться, не надо. Потому что вы сядете на одного, на другого, вы будете на одном стрелять чаще, ну, понятно, что вы на него будете, ну, на нем будете играть и на нем будете фармить. Танк хороший, вопросов нет. Он появился, я говорю, что танк нормальный, у кого он есть, не печальтесь. Потому что многие вот вчера там, у меня вот, боже, выпал Леха, я хотел Калибана. Ты что, сумасшедший? Леха, лучший танк из коробок. Самый нормальный, наверное. А Калибан это, ну, его нахер. Поэтому не опечалимся, а у кого выпал Леха, поверьте, это нормально все, это уже неплохо. Считайте, что коробки и так уж плохо и прошли. Ну, если вы уже в любом случае задонатили, да, то поверьте, что просто могло быть хуже. Вот и все. Леха, норм. Механика. Прикольно, новенько, что-то там, но опять-таки, сверхфеноменального чего-то, я же говорю, вы особо замечать не будете, потому что у вас будет просто развалик в корпус. Арта вам будет сразу просто сбивать две гусеницы и считать то же самое, что вы с одной гусеницей играете, что с двумя. Ну, а сбить основную и при этом продолжать движение, да, ну, в этом есть, конечно, фишка. Закатиться можно, то есть ошибку иногда исправить за счет вот этой механики у вас, конечно, возможность будет. Да, друзья, возможно, вышло долго, но новая механика объяснить, чтобы потом просто не было вопросов. Однотипных, одних и тех же. Я думаю, что, ну, все, я постарался ответить. Вроде мы зацепили все. Всех вам благ, удачи, берите себя и пока. Субтитры сделал DimaTorzok